Около 15% учащихся в Германии сталкивались с буллингом в школах. Таковы данные международной программы по оценке школьных учреждений. Речь идет о подростках, достигших 15 лет. Однако эксперты подчеркивают, дети страдают не только от издевательств психологических и физических. Каждый шестой учащийся в Германии подвергался кибермоббингу в интернете. По данным Союза, против кибермоббинга 17% учеников в стране хоть раз получали оскорбления через социальные сети. А в период пандемии случаев было даже больше. Эксперты это связывают с тем, что в виртуальной травле инициаторы могут скрываться за анонимными аккаунтами. Тем временем в Германии уже несколько лет работает программа «Антимоббинг Профис». Суть проекта – превентивно бороться со случаями издевательств в стенах школы. Для этого учебные заведения отправляют специально обученных антимоббинг тренеров, которые проводят мастер-классы и помогают на местах решить проблему. Также в ФРГ запущена горячая линия, куда каждый может позвонить бесплатно и получить помощь. Когда я учился в средней школе, у нас действительно была такая проблема. Я думаю, во многих школах Германии сталкиваются с моббингом. Я считаю, над этой проблемой нужно работать, больше разъяснять ученикам. Лично я сам подвергался моббингу. С этой проблемой я обратился сначала к учителю. Также в нашей школе есть социальный педагог, с которым всегда можно поговорить или позвонить на горячую линию. В нашей школе пошли иным путем и назначили старшего среди учеников. И те, кто подвергается моббингу, могут сразу к нему обратиться. Некоторые стесняются говорить на эту тему с родителями или учителем. Но с ровесником можно открыто поговорить. Я думаю, что это очень хорошая идея. К нему даже можно обратиться анонимно. Считаю, что такую практику можно было бы внедрять и в других школах Берлина. Я не сталкивалась с моббингом, однако мои одноклассники – да. Наверное, это зависит от класса, в котором учишься. В школе нам всегда говорят, если есть такая проблема – сообщить о ней. Я думаю, об этом нужно открыто говорить с друзьями. Я слышала, что некоторые даже меняли школы. Это крайность. Чтобы такого не происходило, сама школа должна принимать меры.